Вот скажите, когда будет попытка, публичная попытка, ну, мирная, прийти к Верховной Раде, прийти до комитета? Я видел, очень много людей было под комитетом, кричали «Гетман, Савагеть!» Ну, может, все-таки нужно переходить или к радикальным, я ни к чему не призываю, или к конструктивным? И есть ли к этому подвиг? Скоро праздник! Конструктивный есть, и остальное, я не буду говорить про дешевле встречи, куча законопроектов, у нас же конструктивный. Мы же не просто митингуем, мы пишем законопроекти, 26-44, 26-45. Законопроекти у нас пишут специалисты, а подают народные депутаты. Мы седаем с специалистами, помечниками народных депутатов, пишем, мы с депутатами региструем. Купа законопроектов. Напрацьовано больше 12 законопроектов, которые решают вопросы. Мало того, последний, после того, как нам запропонували этот компромисс, мы еще сели, еще один, правда, компромиссный. Инициировал эти перемоги Антон Герашенко после одного эфира. Мы с Державной податковой службой, вдумайтесь, с органом, который отвечает за собранные податки. Подождите, Антон Герашенко сегодня народный депутат? Нет. Он был удивлен, что тоже нет этой коммуникации, когда мы ему описали ситуацию. Так вот, инициировало МВС, и благодаря этому ДПС нарешті с нами встретилось. Мы с ДПС попрацювали полтора месяца. Если милиция с народом, победа будет за вами. Я надеюсь, что милиция скоро будет с народом, и все решаем. Так вот, и на працювали, справедливо, компромиссный законопроект. Справедливо, который не в полной мере влаштовывает ФОП, но он компромиссный. Но полностью влаштовывает ДПС, то есть орган, который отвечает за собранные податки. Сказали, что втрат не будет. Мы вот эти дырочки позатикали, потому что только в Украине может... Вы знаете, кто самый большой волонтер? Вы сейчас сказали страшную вину. Гарткой, ты еще маешь материнский аппарат. Сергей, что значит, это довольняет налоговую? Так вот, еще раз, даже тот компромиссный законопроект, который мы работали. Мне 15 числа, когда началась наша акция всеукраинская, мы собрались. Звонит Антон, пан Антон, в своем повазе, и вот тут я ему вдячу. Он сделал все, что он мог. И говорит, Гетманцев против, у меня нет инструмента на него повлиять. Так вот, страна, в которой все зависит от Гетманцева, соответственно, для которого по журналистским исследованиям его мама выдаёт заработную плату в конвертах, не мает.